Прошедший в середине апреля автопробег 10 на 10, организованный компанией Moussa Motors, продемонстрировал, что металлурги достойны самых лучших автомобилей. И вот доказательство этому. Именно в этом автопробеге впервые была продемонстрирована Volvo S40. Новинка модельного ряда. Новое поколение автомобилей Volvo S40, одного из самых безопасных автомобилей среднего класса, стало еще более безопасным, комфортабельным и удобным. S40 – результат трехлетней работы, основанной на откликах покупателей, поступающих с 1995 года. В новом S40 было изменено 1500 деталей, что привело к более чем 30 серьезным усовершенствованиям, которые распространились на безопасность, качество, динамические характеристики, комфорт и дизайн. Мне кажется, именно благодаря этой машине я прибыл в город Магнитогорск этот замечательный автопробег, организованный фирмой Moussa Motors. Новая Volvo S40. Абсолютно новая, которая еще не поступила в продажу. Так вот, премьера-то удалась, скажем честно. Сам производитель называет экстерьер новинки, скорее, эволюционным, подчеркивая тот факт, что дизайнеры не изобретали велосипед, а пытались развить лучшие фамильные черты Volvo. Вероятнее всего, творцы форм и обводов сочли, что лучшее от Volvo уже воплощено в S60 и S80. С этим сложнее поспорить, чем согласиться. Так или иначе, эволюция внешности вплотную приблизила S40 к старшим моделям. Помните выражение? Мы говорим партия, подразумеваем Ленин. Мы говорим Ленин, подразумеваем партия. Так вот, мы говорим Volvo, подразумеваем безопасность. Мы говорим безопасность и, конечно, подразумеваем Volvo. Ведь при слове «Вольво» сразу первое, что приходит на ум, это безопасный автомобиль. Эти автомобили и эта компания, они всегда стремились к наибольшей безопасности. И они ее добились. Привод на передние колеса в сочетании со сбалансированной ходовой частью гарантирует устойчивость автомобиля на дороге с любым типом покрытия. Жесткость кузова на кручение возросла на 68%. Дополнительно автомобиль оснащается системой активной подвески, которая повышает устойчивость на скользкой дороге. Ну а система защиты от плетевого удара VH-IPS – фирменный метод Volvo для уменьшения нагрузок на позвоночник и шею при ударах сзади. Круиз-контроль, коровка-автомат. Двигатель 2,4. Небольшой. Скажем так, я не любитель двигателей меньше 3 литров. Снов, степ-даун, мощный рык и поехали. Под капотом 140 лошадей. На высоких скоростях машина уверенно держит дорогу, крены даже в очень сложных поворотах минимальны. Сносы легко корректируются газом. Автомобиль вкатывается в повороты, как по рельсам. При этом увлечение скоростью практически не отражается на кошельке водителя. Да, машина действительно удобная. Здесь телефон с набором на консоли. Здесь компакт-дист-проигрыватель. Про шесть подушек безопасности я вам уже говорил. Причем здесь есть знаменитые шторки, которые охраняют голову от удара. Очень удобная, легко читаемая панель приборов. Кстати, своеобразного дизайна, но дизайн не в ущерб удобству. Интерьер действительно революционный. Прежде всего для самой Volvo. В новой S40 заведены новые правила общения водителя с машиной. Консоль сделали тонкой. Настолько тонкой, что за ней удалось разместить еще и небольшую нишу для мелочей. Элементы управления четко разделены на важные и второстепенные. Из впечатляющего набора интересных функций нельзя не упомянуть ITIS – Intelligent Driver Information System. Систему, помогающую водителю сконцентрировать внимание там, где нужно – на дороге. Изменился наружный облик автомобиля. В зеркалах появились указатели повороток. Мордышка стала более борзой. Ну, а попка – это вообще слабость в волю. Новая 40-ка построена на платформе C1, которая стала пьедесталом для Mazda 3 и Ford Focus. Заявка на успех чрезвычайно серьезная. И несмотря на то, что автомобиль по размерам стал меньше, но место внутри стало гораздо больше. И особенно для задних пассажиров. Вот, слагаемый успеха этого автомобиля, скажем еще раз, абсолютно нового. Это модельный ряд 2004 года. И его на тест-драйв нам предоставила компания Musa Motors. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok